Добрый день! Сегодня у вас в гостях программа «Один из нас». Как всегда в студии интересные гости. В данном случае это Георгий Мариамули. Георгий, добрый день! Добрый день! Вы знаете, я хотел вас представить одним словом, но у меня это не получилось. То есть у вас такая богатая палитра занятий, что трудно это сделать одним словом. Но все-таки с одного слова начнем. Вы директор Санкт-Петербургской компании электротехнической по Северной Америке, так? Да, абсолютно правильно. Кроме этого, у вас есть, я не буду говорить это хобби, потому что на самом деле это уже серьезное занятие, тележурналистика, продюсирование, документальные фильмы, писательство, журналистика. Мне трудно перечислить все, потому что такой разносторонний человек редко попадается ко мне в студию. Вот как ты себя уверенно чувствуешь в роли директора? Я себя чувствую очень уверенно в роли директора Североамериканского представительства Санкт-Петербургской электротехнической компании. Человек, который сюда едет, и документы которого изучаются несколько лет в канадском посольстве, он думает, что его специальность, его диплом, который так долго рассматривают здесь, будет востребован. А на самом деле получается? На самом деле, мне кажется, что здесь получается такой элемент обмана, скажу грубее, такая разводка. И такое впечатление складывается, что канадское государство не знает, что делать с этими высококвалифицированными специалистами, которых здесь уйма, которых огромное количество. И наша компания, у которой такая философия, согласно сталинским словам, что кадры решают все, мы хотим распоряжиться этим богатством. Мы предлагаем этим людям работу, социальный статус, который когда-то у них был и который они потеряли, к сожалению, и достойную зарплату. И тем людям, которые не могут здесь найти работу по вполне понятным причинам. Есть разные причины, языка и так далее. Однозначно, да. У них разваливаются семьи у многих, многие впадают в уныние, в депрессию. Вот мы, наша компания предлагает этим людям работу в России. Все, что нужно делать, просто надо ездить и жить на две страны. Как вот возникло ваше увлечение журналистикой? Или это старая история? Это новая история. На самом деле я работал и на питерском телевидении, и с BBC, и с другими телевизионными компаниями в качестве переводчика. А так как мы здесь все эмигранты в определенном смысле графоманы, и всем нам нужен выход нашим эмоциям, нашим мыслям. И я решил, я тоже не исключение, я очень люблю высказываться, писать, попадать в телевизор, как Карлсон. В общем, можно сказать, что я не самый нескромный человек. Ну, в данном случае все нормально, мы в телевизоре. Да, я понимаю, спасибо. И дело в том, что самое главное не то, что то, что я пишу, другим нравилось. Но, судя по откликам, в общем, это вызывает какой-то интерес. И я начал заниматься статьями, писать статьи, брать у людей интервью. Да, в некотором смысле герой моих статей – это люди, с которыми я встречаюсь. Вот это такие истории золушек, которые сами себя сделали. Вот это истории людей, которые приехали сюда, порой без знания языка. В общем, не с самыми завидными картами, но они смогли реализоваться. И я очень хочу, чтобы читатели, зрители моих фильмов, когда увидят эти истории, и чтобы вот истории успеха они бы проецировали на себя. Потому что в эмиграции особенно очень важен положительный успех. Здесь особенно тяжело реализоваться людям творчеством. Это художники. Вот я снял фильм про одного художника. Это про певицу, одну грузинскую певицу. Вот, и потому что здесь незнакомое для них поле, и здесь не их зритель. И особенно им очень тяжело конвертироваться. И вот я очень хочу, чтобы люди проецировали бы историю этого успеха на себя. Но вместе с такими людьми, не очень известными, здесь там, в моих статьях, есть герои очень известные. Как Каха Бендукидзе, госминистр Грузии, олигарх. Как Наталья Семина, главный редактор журнала Никиты Михалкова «Свой». Как всем известных Лахтан Кикабидзе. Как Роберт Амстердам, небезызвестный адвокат Михаила Ходорковского. Но мы еще вернемся к этой теме. У меня как бы вот в связи с творчеством вашим вопрос. Ходят слухи, что ваши документальные фильмы уже начинают получать призывы. Как к этому относитесь? И вообще, что это за призыв? Ну, как я могу к этому относиться? Во-первых, это не слухи, это правда. К моему великому и большому удивлению, иногда я со стороны на себя смотрю и слушаю, я сам себе удивляюсь. Я никогда не думал, что мой первый документальный фильм, который мы делали вместе с Данилом Новиковым, я не один, естественно, делал, это была группа людей, получила признание. Особенно в России, особенно в контексте того, что сейчас происходит между Россией и Грузией. И если этот фильм там получил признание, то это действительно приз. И, естественно, это дает мне много положительных эмоций и ощущения того, что я на правильном пути. У вас есть такое выражение «я не шарманщик». Вот вопрос такой, насколько непросто не превратиться в шарманщика и держать свою марку, держать свой бренд в жизни? Очень непросто, очень непросто, потому что много соблазнов. Ты знаешь, что если ты станешь шарманщиком, у тебя улучшаются условия какие-то жизненные. Если ты станешь шарманщиком, ты любимый гость в домах, куда обычно не зовут, понимаете, и в основном на это попадаются. Я три раза был представлен. Название «Народный артист Советского Союза». Все три раза меня вычеркивали, откуда эта фраза появилась. Тогда я сказал, я просто один раз сказал, я не шарманщик, я опять на банкетах не буду. Тогда это было равносильно, я не знаю даже, это определение, как это определить. И один очень большой, должностной такой человек сказал, что он не наш. Как его звали? Ну, сейчас уже. Изначально, да. Вы знаете, Георгий, на самом деле, вот две темы мы затронули, сейчас вскользь очень, да? Одна тема Грузия, мы вернемся к этой теме. Вторая тема адвокат Ходорковского. Я не ошибся? Это адвокат Ходорковского? Да, это Роберт Амстердам, это адвокат Ходорковского. Какая история? Как вы с ним познакомились? Вообще, как вы вышли на эту тему? В общем, мы все, вы миграции, наблюдаем за тем, что происходит там, в России, по телевизору. И война в Чечне, и история с Ходорковским, она экранизирована, эстетизирована. И я тоже следу за этим, в общем, непростым сериалом отсюда, по телевизору. И лицо Ходорковского появилось в контексте тела Ходорковского, разумеется. Его очень часто крутили на CNN, по BBC. Вот. И, значит, показывали Ходорковского, за решеткой. Вот. Вокруг него очень много людей, которые, я думаю, хотели как-то приобщиться к этой истории, вот, которая переживет и Ходорковского, и, в общем, войдет в историю. И я видел это лицо Ходорковского. А вокруг вот лица этих прокурорш, генеральш, иногда они напоминают таких гоголевских персонажей. На фоне вот интеллигентного лица Ходорковского. И я всегда восхищался Ходорковским. Я не хочу давать оценку его деятельности, но то, что я хочу сказать, он держится с очень большим достоинством. И он дает такой мастер-класс всему миру, как надо себя вести. И вот в контексте этой истории появился Амстердам. И, честно говоря, он у меня вызывал раздражение, потому что, когда я видел его выступающего, многоговорящего, его особенно часто начали показывать после того, как его выдворили из России. Наши гебисты этим, они сделали ему очень большой пиар, и приходят в слова Лермонтова, и что за дива издалека, подобно сотням беглецов, в общем, закинут там по воле рока на ловлю счастья и чинов. И первое, что мне приходило в голову, ну вот, это тоже хочет сделать пиар на Ходорковском, и деньги, и пиар, и стать знаменитым. Это у меня вызывало, в общем, определенное раздражение. Но когда, значит, мне позвонили очередной раз, и сказали помощник этого адвоката, что он здесь, и что я могу взять у него интервью, мне просто захотелось в оригинале с ним познакомиться и сверить, в общем, мое мнение телевизионное с ним лично. КОНЕЦ олигархи, как Ходорковский, Березовский, Гусинский, Потанин, Пендукидзе, etc., 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 это было не так, что они violated the law, они брибили государственные официалы, и это было не так, единственным способом становиться религию, проживающими, и оригархи. И это, они говорят, что, это, что они пытаются объяснить и объяснить о том, что это тяга. Как вы это понимаете? Ваше мнение? Look, you cannot sweep the 90s under the carpet. The 90s happened. They were ugly. They were, at best, in many cases, ethically challenged. Khodorkovsky took the position in writing that there was nothing illegal. However, he had problems with his own conduct. And he stated that. And that's why he made sure he made Yukos transparent in the later 90s, after his fight with DART. He realized that some of what had gone on in the 90s wasn't to the standards he should have expected of himself. У нас две темы еще есть, насколько я помню. Мы обсуждали, это Грузия и тема, связанная с новым проектом вашим, очередным вашим новым проектом в Канаде. Давайте на выбор, сами решите. Давайте поговорим о российско-грузинских отношениях. Давайте. Мы, как два российских гражданина, из которых один, вообще-то говоря, грузинский, практически гражданин, насколько я понимаю, второй чисто российский, можем поговорить за наших правителей и разобраться. У меня с большим удовольствием. В Канаде почти не знают, кто такие грузины. В Торонто насчитывается от силы 2000 грузин. Что-то слышали о Сталине, что-то слышали о Шеварднадзе. И после того, как CNN показала революцию Рос, знают, кто такой Михаил Саакашвили. Недавно канадское телевидение показывало документальный фильм про криминальную ситуацию в Грузии. И мне было больно, когда на весь мир показывали этот позор про мою родину. Для меня Грузия была и остается страной солнца и роз. Я там вырос и знаю Грузию глазами Шотару Ставели, Никоп Юросмани, Серго Параджанова И Атара Юсилияне. Субтитры создавал DimaTorzok Когда я говорю о российско-грузинских отношениях, и учитывая то, что у меня российские корни, я гражданин России, я очень этим горжусь. Я думаю не о том, что сказать, а чего бы не сказать, чтобы не задеть и не обидеть некоторых людей. Я считаю, что, в общем, государство, не только великое по территории, но великое по культуре, по истории, своими сынами, Толстым, Достоевским, Чайковским, Сергеем Радонежским, должна вести себя адекватно. Вот что я считаю. И моя позиция не пророссийская, не прогрузинская. Я против глупости, я против идиотизма, я против ксенофобии. Я считаю, что в каждом из нас, как в таблице Менделеева, живут и немножко и ксенофоб, и, наверное, какой-то жулик, и, наверное, отчасти какой-то насильник и так далее, и так далее. И я считаю, что государству не делает честь будить ксенофобские настроения в своих гражданах. Я очень хорошо понимаю эти вещи, потому что у меня тоже не вызывают симпатии люди, которые, в общем, безобразно там себя ведут, в том числе и представители Грузии. Но это не значит, что надо проецировать вот это отношение на весь народ. И когда я об этом говорю, я знаю, что я говорю, потому что я 20 лет прожил в Москве, в Петербурге, последние 8 лет, как и вы, я жил в Петербурге. Вот, моя дочка училась в русской школе. И я скажу так, что мы до эмиграции ей не говорили, что она грузинка, потому что дети очень жестокие, потому что они называют детей плохими словами, когда они слышат такие вещи. Вот, и я знаю, что такое быть грузином, кавказцем в Петербурге, нашим интеллигентным, красивым Петербурге. Ты имеешь в виду это постоянные, как бы, милицейские кордоны, как я их называю? Я имею в виду в том, что в стране, где перед каждым постовым, где перед каждым милиционером, каким-то сержантом надо оправдываться, он достает, так сказать, удостоверение, ты показываешь паспорт, он начинает тебя унижать. Это позор. Это недостойно. Я думаю, что это общая культура, общая структура сейчас, общество такая в России, что это идет не только по отношению к грузинам, это не только по отношению к какой-то... Это общее состояние общества, поддерживаемое на государственном уровне. В этом проблема. Володя, я отчасти с этим согласен. Я скажу даже еще больше, что для меня Россия — это не вот эти шариковые в чине депутатов, министров, которые также похожи на гоголевских персонажей, и которым, в общем, хочется дать морду иногда, потому что они разжигают такие национальные, в общем, страсти. Для меня Россия — это Толстой, это Достоевский, это Чайковский, это, в конце концов, фильмы Рязанова, фильмы Никиты Михалкова, о котором я дальше буду говорить. Вот это непереходящие ценности. Эти министры, депутаты... Это временно. Да, это временно. Они уходят и приходят, а вот эти истинные ценности, они остаются. Слушай, я хочу добавить со своей стороны, что они приходят и уходят, а Кинзмараули остается. Да, и Кинзмараули переживет и нас с тобой, и этого несчастного врача санитарного, и всех. Вот я так считаю. Слушай, я так и хочу сказать, давай за это выпьем. Я думаю, что все-таки ситуация разрешится в конечном счете. Да, конечно, однозначно разрешится, но я считаю, что вот то, что сейчас происходит, это позорная страница в российско-грузинских отношениях, и то, что сейчас делается, за это когда-то будет очень-очень стыдно людям, которые в это вовлечены. Вот что я считаю. Я считаю, что здесь есть одно государство большое, вот условно слон по территории, и маленькое, да, условно, я имею в виду по территории, моська. Когда моська лает на слона, это можно понять, но когда слон лает на моську, это совершенно комическая история. Это со стороны очень смешно, очень недостойно, это очень некрасиво. И я бы очень хотел, чтобы люди просто смотрели иногда на себя со стороны, потому что это недостойно. И опять-таки, когда я что-то говорю в негативе, это не против России, я это хочу подчеркнуть, это против вот тех чиновников, которые временно пришли, и вот которым вот досталась такая участь, вот такие, в общем, рычаги распоряжаться судьбами людей. Вот о чем я говорю. Это не Россия. Я их не ассоциирую ни в коем случае с Россией. Потому что я очень благодарен России, я сделал там карьеру, я очень благодарен своим преподавателям, московским, благодаря которым я получил прекрасное образование. У меня там очень много друзей, я их очень люблю, и в конце концов я работаю на российскую компанию. То, что я делаю, это для России, потому что я, при помощи меня возвращаются туда наши прекрасные ребята, которые получили там прекрасное образование. Я хочу, чтобы они работали на Россию, и чтобы это работало на величие России. И закругляя эту тему, я хочу, что на самом деле за маленькую Грузию я спокоен. Я не спокоен за большую Россию. Мне очень беспокоено, что там это происходит. Ну, Георгий, нас всех это беспокоит, я с тобой согласен. Но давай, закончив эту тему, будем надеяться, что все будет нормально. И плавно вернемся в Москву, культурный слой Москвы. Давай вернемся. Это приятно. Да. Давай, начнем с того, что ты представишь вот этот вот прекрасный журнал. Я впервые увидел у тебя в офисе этот журнал. Но когда я узнал, что издает его непростой человек, расскажи-ка о своих отношениях с этим непростым человеком, и что это за проект? Ну, какие у меня могут быть отношения? Конечно, они заочные. Я, как и все дети Советского Союза, можно сказать, вырос на фильмах Никиты Михалкова. Издатель этого журнала «Свой» Никита Сергеевич Михалков, главный редактор Наталья Михайловна Семина. Я недавно брал у нее интервью, и еще была газетная версия этого интервью. Значит, журнал существует два года. Вот, это очень интересный продукт и полиграфический, и по содержанию. Значит, о чем этот журнал? В общем, этот журнал, там несколько секций. Там и о светской жизни, там и о царской семье, там и о потомках белогвардейцев, там о представителях нашей культуры, которые вышли из России. Это не важно, грузины, узбеки, молдаваны. Главное, что они были связаны с Россией. Это люди, которые прославляют бренд России, культуру России. Это очень уютный журнал. Когда читаешь этот журнал, очень повышается настроение, себя чувствуешь очень комфортно. Вот, и я считаю, что нам, особенно иммигрантам, этот журнал необходим еще потому, чтобы повышать свою самооценку. Когда видишь лица вот этих красивых белогвардейских офицеров, я вспоминаю своего прадеда. Вот, сердце наполняется действительно гордостью. Откуда мы все вышли? Кто мы? Кто за нами стоял? И это международный журнал. Можно сказать, что это журнал «Русская культура в мире». Вот как-то вот так вот. Да, можно считать. То есть и про нас с тобой получается этот журнал. И про нас с тобой тоже, потому что там очень много странить уделено нашей эмиграции. О судьбах людей, которые жили в эмиграции. О потомках этих белогвардейских офицеров. Что с ними стало? Нет, ну тут можно вспомнить великие имена, набоков и так далее. Естественно. Перечислять можно до бесконечности. Естественно. Ну, а как ты считаешь, такого рода журнал в принципе в Канаде нужен людям? Я считаю, что однозначно нужен. И нужен и в «Квадрате», и в «Кубе». Потому что, исходя из того, что я говорил, нам всем очень возникает вечный русский вопрос, что делать и кто виноват. Что делать? Вот ответ на этот вопрос – это журнал свой. Потому что, когда читаешь про людей, которые вышли из России, которые делали великий вклад в культуру России, это очень повышает самооценку. Человек начинает больше гордиться принадлежностью к России. Вот не в таком уропатриотическом плане, а вот в реально патриотическом смысле. Я считаю, что наши дети, которые ходят в канадских школах, и которые уже плохо говорят по-русски, обязательно им нужно знать, откуда их корни. Они должны гордиться тем, что они русские, что они вышли из России. Это неважно, опять-таки, я подчеркиваю, Бурзии, Армяне или кто-то. Потому что это действительно великая культура. Она очень нужна. И там очень много иммиграционного аспекта. Поэтому этот журнал еще международный. И когда речь идет о распространении этого журнала, речь идет еще о том, что я как журналист буду участвовать еще в том, что буду собирать истории про потомков белых иммигрантов и вот снабжать этими историями, этими материалами этот журнал. Скажи, пожалуйста, вообще это получается так, что журнал обретает свой курпункт в определенном смысле? Да. Я один из директоров. Еще есть Татьяна Добровинская. Мы с ней вместе будем раскручивать этот журнал. Потому что основной аспект – это политически, культурно. Очень важно, чтобы такой журнал присутствовал бы в Канаде. И чтобы его читали наши иммигранты. Потому что вот это такое духовное подпитка. Ну, что ж, я думаю, что нам только остается надеяться, что как ваше начинание, как ваша деятельность с питерской компанией, которая дает результаты, как ваша деятельность. Достаточно для вас и для всех, как бы неожиданно, что вы документальные фильмы начали снимать, наверное, и результатов добились. Я бы хотел только попросить вас, пожелайте что-нибудь, ну, без тоста, естественно, пока, пожелайте что-нибудь нашим телезрителям на прощание. Ну, что, я не буду оригинальным. Я желаю удачи, здоровья, уважения к себе. Я очень часто говорю, что я хочу, чтобы нашим зрителям не только нравилась бы Канада, их новая страна, но чтобы они сами себе нравились в Канаде. Субтитры создавал DimaTorzok